Девушки отдыхают Мужиков пользуется авторитетом В блатные дела не лезет Человек из Москвы за него серьезные деньги предлагает Сразу говорю, гнилое дело Возьми много, да и рис большой И вообще он ненадежный, выйдет опять кого-нибудь завалит Его возьмут, все говно посплывает Так что не советую я браться за это дело А деньги-то хорошие А зэка этого на воле можно будет пристроить так, что Никто не найдет А сколько денег? Помнишь, сколько замаятника дали? Ну? В три раза больше И всю сумму целиком Да, деньги хорошие Хорошие, хорошие Хорошие Хорошие, ребята ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ну черняжку, да сквозь марочку протрем, да ну три листика, газетку разберем. Ну что, сука, ты там залег, что зажался там углу, иди сюда, бля. Да тихо, тихо, успокойся. Сука, паршир. Хорош, хорошее, больно же, больно, блин, коля. Коля, ну ты че? Все, коля, кто, сука, гнитошки? Я сейчас спрашиваю с тебя, мразь. Хорош, 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 я сказал. Иди сюда, клятву. Разошлись. Что? Разошлись. Ты кого крысой назвал, лошадь ухладеля? Хорош, бакуланин. Тебе, мышь. Если есть что по делу, давай обоснуй. Он по тумбочкам чужим шарился. Что ж варился? Она вообще на полу валялась. Да не валялась она на полу. А если даже и валялась? Ты же видишь, я фотка. Ты же видишь, что на ней нарисовано, а? Смотри, смотри, все чешит, а? Сам же признал, что на полу валялась. А теперь включает, что не валялась. Смотри, переворачивает, как хочет, короче. Я думал, он вообще выбросил. Но я оторвал себе тёлку. Какие проблемы-то? Ладно, расход. Не, я думал, он её выбросил. Прикольная тёлка лежит на полу. Чего не взять-то? Ты не взял бы, что ли? Можно посмотреть? Чего, думаешь, она там тебя ждёт? Такие красивые ждать не умеют. Особенно таких, как мы. Кому мы нужны ждать нас? Забудь. Это сестра моя. Родная. Дашка! Почему опять врач на столах? Даша! 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 Дашка! Даш, открой стойку! Ты почему дома не ночуешь? У меня дела. Да какие у тебя могут быть дела? Братец твой дошлялся! И ты этим закончишь. Мне за вас перед нормальными людьми стыдно. Да не переживай, дядь Миш! Коля скоро выйдет, и мы уедем отсюда. Навсегда! Да ты можешь хоть сейчас манатки собирать! Всё равно от тебя толку никакого. Только позор один. Ну скажи мне, чем ты занимаешься? Ну скажи, чем? Колю жду. Андрюк, да хорошенько! Подгони батарейки на тетерик, а то не видно у меня ничего. Мать пошла, так я рубился с ума. Завтра он выходит, поедешь за ним до Москвы. Доведешь до адресата, а потом сделаешь всё красиво. Бумаги изымешь. Он мне спать не давал. Всё ночами кричал. Друг остыть покурить. Да знаю я ваши мероприятия, не успели всю ночь. Завтра? А когда в Москве будет? Ага. Казанский? Встречу. Да, разберусь. Спасибо тебе, Кирилл. Ага, давай, я скажу. Дмитрий Алексеевич, это же не ваш размер. Вам не то принесли. Здесь же на два размера больше. Это я не себе. У меня друг из командировки возвращается. Это тоже возьми. Иосифа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он приходил к моей маме, а меня выгонял на улицу. Он приходил к моей маме, а меня выгонял на улицу. Даже зимой. Ну, вроде бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мама не было дома. Он начал приставать ко мне и повалил на кровать. Ну, и что? И все. Как все? А потом один раз он, мама пришла раньше с работы и увидела нас с ним. Вот это да! Ты сейчас все это расскажешь на камеру. Нет, я стесняюсь. У тебя сколько? Давай. Пойдем. У тебя сколько? Ну, и что ты делать собираешься? Сейчас жизнь изменилась. Бизнес, коммерция. Мне надо со стволом бегать, налег искать. У меня автосалон свой на Рублевке. Половина твоя. Накопятый доверку оформил, чтобы у тебя колеса под жопой были. Но не захочешь рожу мою видеть, бери деньги на жизнь. Ты на свободе. Тебе решать. Спасибо тебе, Димон, за все. У тебя семья есть? Дочь и сын. Сделай так, чтобы им в жизни больше повезло, чем нам. И это, слышь, Димон, я не знаю, как бы я поступил в той ситуации, окажись и на твоем месте. Ну, ты упертый. Еще не раз по ней пройдусь. Ну, опа. Не брюха. А я... Не, да, не дышали. Димон, Димон! 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 Димон, ты чего? КОНЕЦ 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 КАШКА! Ничего не осталось, все сгорело. Гриняйся, сука, сын, вспыкнул. Ты куда? Дашка, куда ты? Куда нельзя? Скорее, Дашка! Позно уже! Сгорело все, ну! Давай сюда, быстро! Ну, уходи ты оттуда! Что ты там тушить собираешься? Не трогай! Стой! Ты что делаешь-то? Ты горячий же, ну! Что это? Это откуда? Оттуда! Вырастил вас дядя Миша. Заедут пописать, покакать, денежки спрятать. Да это все для пули было! Потушить не мог! Так будешь жить, как братец твой закончишь! Да лучше так! Чего твои тошнилки чебуреками провонятся? Геббон старый! Геббон! Действительно Геббон! Да кто ее знает, когда она появится? Только что здесь была. Уехала с конца. А где ее найти, знаешь? Машина у нее иномарка. Хонда или как там ее? Серебристая такая. Номер не помню. Тут город недалеко. Она вроде часто туда ездила. Подружка там у нее. Дочь местного олигарха. А я теперь бомж. Сдай вон те, на которых номера остались в сберкассе. Так они же сгоревшие. Что, примут? Должны. Эти... Тихо. 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 Слушай, я думал, Ирка сидит. Да она тебе не стоит. Да. Смотри, я вчера в байсе распечатала. Они все продаются и сдаются. Здесь океан рядышком, а вот здесь и тут с Чаупенейра проходят. Качество беспонтовое. Там в оригинале такие цвета. А давай на вечернем рванем. Утром будем в Москве, первым рейсом на Гоа, через восемь часов в океане купаться будем. Давай, Ирка. За три дня все просрел? И назад без штанов вернемся. Мы с тобой сшибли по мелочи, а нам нужно куш снять. Мы же хотели на эти деньги уехать. Дашка, Дашка. Ну, Дашка. Осторожно. Козлы. Слушай, Дашка, давай мы пару месяцев попаримся, а потом будем всю жизнь в океане отмокать. Ты же говорил, что там можно без денег. Что там рай на земле. Даже в раю и стрянка. Без бабок не проживешь. У меня постоянно эта картинка в голове. Как я Гольку встречаю. Везу в аэропорт, как он спрашивает, куда это мы едем. И тут до него допирает. И он скажет. Нет, уже не скажет. Все, деньги-то сгорели. Да ладно, да. Могло быть еще хуже. Ты не представляешь, как мне эти деньги достались. Ой, да знаю я все. Ну, по крайней мере, догадываюсь. А если знаешь, то молчи. Это не твое дело. Когда он выйти-то должен? Этой осени. Что-то давно писем не было. Наверное, сюрприз хочет сделать. Неожиданно нагрянуть. Я у вас самого здесь такой сюрприз ждет. Слушай, а сколько вам денег-то надо, чтобы свалить отсюда? Да какая тебе разница? Есть один богатый мужик, женатый. У него любовница есть. Давай его разговор с этой сучкой запишем, а потом этот компромат ему, ну, штук за двадцать парим. Десять тебе, десять мне. Послушай, Ксюха, ну, че ты лезешь? Тебе че, плохо живется? Ну, откуда ты знаешь, что у этого мужика есть такие деньги? Этот заплатит. Да с чего ты взяла? Да это отец мой. Он мантере изменяет. У него любовница есть, вот он все деньги на нее тратит. Ну, Ксюха, ты чего? Слушай, да, я че-то не пойму, тебе деньги нужны или как? Ну, это же отец твой. Ну, и что? Мы ж его не убивать собираемся. А потом половина денег мне достанется, его родной дочери. Он на эту шлюху деньги тратит, а мне каждый рубль у него чуть ли не вымаливать приходится. Ну, а ты вообще уверен, что они приедут? Конечно, приедут. Да я им такое причесал, я им так в ухо вцепился за блатную романтику. Ну, ладно, короче, сколько народу будет? Да какая разница, смотри, что у меня есть. Опа! Офигеть! Вася! Привет, ребят. Вы мне не поможете девушку одну разыскать. Ваша ровесница на серебристой хонде ездит. А ты вообще кто такой? Опер, что ли? Да нет, какой я опер. Мне этой девушке нужно письмо передать от ее брата. От этого, что на фотке. А ты сам-то откуда? Из Москвы, что ли? С Москвы. Так что, знаете девчонку или нет? Ну, лицо вроде знакомое. Погон видал эту телку, нет? Да что-то вроде видел где-то. А так не знаю. Твоя тачка. Так что не знаете, где ее найти? В драконе вечером. Где же еще-то? Ладно, спасибо. Слышь, что это? Слышь, погодь! Слышь, а сколько такой бумер стоит? Ну там, балтишку стоит на? Ну, новый может и стоит. Ну, а это какого года, а? Я точно не знаю. Я эту машину не покупал. А что, угнал что ли? Это друга машина. Слушай, а вот, короче, ну вот если я вот короче возьму такую, да? Только очень сильно подержанную. За двадцатку возьму? Не знаю, вряд ли. Ну, а тогда за сколько я возьму? Ну, типа. Слушай, а тебе зачем? Ну, типа, типа поинтересоваться там, че почем, какие цены, а че? Тебя как зовут? Ну, Вовка, а че? Че это он такое прогнал-то? Да я не понял. Наехал что ли? Да зря мы его отпустили. Надо было развести по полной. А если бы он тебя развел, тогда че? Кто он? Да это ж коммерс московский. Кого он развести может? Ты че? Сам ты Дэн коммерс. Это серьезный какой-то. Может, даже отсидел. Жучара, злючий. Сигнал на двести метров дает. Накручився в магнитолке. Девять двадцать шесть. Килогир записывай. Так, микрофон включается на входящие с твоего номера. Остальные входящие сблокированы. Экраны вибра тоже. Все. Спасибо. Деньги можно потом отдам? Проваливай, Шубин. Коля, привет передавай. Нет у тебя другого выхода, понимаешь? По-хорошему с ним все равно не договоришься. Послушай, для меня ведь это непросто решение. Но я его принял. Только, Леша, какие гарантии? А какие могут быть гарантии? Человек из десантуры сделает все чисто. Не будет массажа Зобина, не будет и проблем. Нужно, чтобы тебя в городе не было, когда его не станет. Отдачу с дочкой отъедешь. Ну что, звонил он проститутке свою? Ломает стоять. Пойдем в клуб. Да нет, все, не звонил. Зови ее с нами, пойдем. Ну да слушай, слушай, ладно? Он стопал, я сегодня, понял? Да подожди. Оксана, я отъеду, здесь плохо слышно. Хорошо, давай. Только не пропусти, ладно? Давай, жду звонка. Аморальные действия. Сам Иван Кузнецов возмущен несправедливостью обвинения. Он считает, что это происки черных пиарщиков из штаба Вениамина Ушкина. Сегодня Иван Владимирович у нас в студии. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте. Иван Владимирович, как вы можете прокомментировать сложившуюся ситуацию? Здравствуйте, здравствуйте. Этот случай говорит о необходимости усиления борьбы с черным пиаром. Я, в свою очередь, совместно с правоохранительными органами, приму все необходимые действия для разоблачения группы мошенников, которые пытаются опорочить мое имя перед выборами. Я смею вас заверить, я предан своей семье, я предан вам, мои избиратели. Да у меня столько контрольный пакет даже после кризиса не стоило. Сколько? Нет, ну так дела не делаются. Значит, не договоримся. Па, воскресенье. Па, ну я ж не одна, нам сюда ж кинофонду заправить надо. Ты разве сама не замечаешь, что все твои друзья тобой пользуются? Ну я, конечно, все понимаю, но есть же и предел. И... Да, слушаю вас. Послушай, для меня ведь это непростое решение. Но я его принял. Только лишь... Какие гарантии? А какие могут быть гарантии? Человек из сантура сделает все чисто. Не будет нас с Сашей Собиной, не будет и проблем. Все поняли. Что я должен сделать? 20 тысяч долларов. Улица Некрасова, 14. Дом заброшенный, первый этаж, место помечено милым. Положить пакет с наличкой. Объект в зоне, готовность раз. Объект зашел в здание. Объект из здания вышел. Пол 102, на Некрасовке было. Пол 102, распределитесь там аккуратненько. В район не защищали, не успели. Пол 102, принял. Сел в машину. Отъехал. Третий ведите. Первый, на разминке без микроавтобус, всегда берегрудный. Какой прием? Первый, принял, вижу. Что у тебя? Устал пилить. Руку смени. По 102, поворачивай на дубовую. Наблюдаю тебя, лихач. У нас тихо, что-то не то. Две старухи, три коллеги, короче. Повнимательней, ребята, всем повнимательней. Мамаша коляску подъезды оставила. А, все, вышла обратно. А подвалы смотрели. Да какие подвалы? Приехать еле успели. Чего 5 часа неправильные? А ну, выставь нормально. Паркова едет, скорая помощь. Прям. Гондон конченый. На красной комнате прошла. Резво. Серая комната. Так давно не мыта. Номера не видел. Какой прием? Ты? Да. Даша, это я. Привет. Да, пап. Ты где сейчас? Я на пролетарке. Даша с тобой? Даша? Она вчера уехала. Вчера уехала? Да. Что случилось? Да пошел ты, а. Ти-ти-ти-ти. Дашка. 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 Сворачиваем на пролетарку. Ищем грязную Хонду. Нет. Спасибо. Что ты делаешь? Убери машину. По спину убери, говорю. Эй, куда пошла? Первый, третий. Коля, работай в эту сторону. Мы на улице Королева. Кепка ушла. Приметы. Метр семьдесят. Бондинка, худенькая. Как понял меня. Прием. Ай. Нет. Девка не пробегала здесь. Светленькая. Стою. Да что ли? Смотри, Калина, совсем озверили, развели собаку. Кто у вас? Первый, что он требует, вот и вот. Помогите мне, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Ты какой-то молодец, друг, а? Поймаю, прибью. Андрюх, ты это, вдруг бешеный. Тебе бы в больницу. Какая больница? Миша, это сука. Работаем дальше. Слушай, как тебя зовут? Костя. Костя, а давайте я ничего не буду рассказывать. Оксан, прости меня, пожалуйста. Я тебе позже все объясню. Даша, это папа Оксаны. Ты где? Давай поговорим по-хорошему. Я с тобой по-хорошему же разговаривала. Таких денег у меня нет. Отдашь эту запись, сука. Ничего не сделает. Надо мне диктовать условия. Я сейчас выключу телефон, вытащу батарейку, а ты будешь объяснять своему партнеру, почему ты его заказал. Даша, а как же вот так ты с отцом своей подруги можешь поступать? Ты считаешь, это нормально? Людей убивать нормально? К вечеру, чтобы деньги были. Ты понял меня, олигарх? Останови машину, я здесь выйду. Ты что, не слышал? Останови машину. Чего ты все время молчишь? Куда ты меня везешь? Сейчас подальше отъедем, поговорим. О чем нам с тобой разговаривать? Останови машину. Хочешь, чтобы я тебя обратно отвез? На фига ты меня сюда привез? Отсидимся здесь какое-то время. Нам поговорить нужно. Зачем? Затем, что ты в полной жопе. Пошел ты! Да подожди, куда ты? Ну, куда ты пошла? Да стой! Не трогай меня! Да подожди, я все объясню! Отпусти, козел! Не прикасывайся! Гад! Сука! Пусти меня! Эй, урод, старый! Открой! Кобыла! Да откуда ты взялся, сволочь, а? Открой! Ты что, дурак, что ли? А ты выпусти меня отсюда! Сейчас я тебя выпущу. Эй! Я выберусь отсюда, и тогда тебе конец! Я тебе последний шанс даю! Если сейчас выпустишь, я тебе ничего не сделаю! Считай, это не сиди! Раз! Раз! Ну что, остыло? Ну что, остыло? Слышишь? Угомонилась, наконец? Нет! Нет! На! Чё тебе от меня надо, урод-то, а? Чё ты ко мне при... Остынь. Вылазь, давай руку. Жри! Сам жди! Думаешь, за меня некому постоять? Когда мой брат узнает, что он тебе бошку оторвет. За это я тебя ручаюсь. А когда Коля узнает, он тебя просто порвет. Понял? Ну, я не знаю. Дашка, я не знаю, что нужно делать в таких ситуациях. Но у меня для тебя письмо от Коли. Прочитаешь, сама все поймешь. Держи. Дашка! Дашка! Слышишь? Сейчас, сейчас, потерпи. Сейчас согреемся. Подпишем! Воспроект. ВО eager Interview Продолжение следует... 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 Брат родной все-таки. Нашелся, братец. Вань! Где ты это взял? Так меня Николаем зовут, а ты уж запарился быть Альфредом. Илья, чего там? Спи. Опять ему кошмар приснился. Ну как он? Покорми брата-то. Так ты сестра моя. Как тебя зовут? Жри давай. Света меня зовут. Горячая. Здрасте. Здрасте. Это моя сестра. Света. Баннер. Сука косоглазая, япона мать. Что мне теперь в Токио лететь, чтобы купить этот хренов винт? Слушай, я вот все думаю, что за человек твой брат? Да брат у меня офигительный. Ближе его никого нет. Колька для меня самое дорогое в жизни. Он для меня все. А родители где? Ну ничего. Поправится. Все обернется. Я к нему пойду. Посмотрю. Чернышка, не прыгай на него. Не прыгай на него. Отстань. Отстань, говорю. Фу, фу. Чернышка. Коля, Миленький, тебе плохо? Пойдем в дом. Обопрись на меня. Пойдем, Коля. Молодец. Без памяти. А баба себе завел. А у самого жена и четверо детей. Где? Да ладно. Пошутила. Не женатый ты у меня. Кот. Кот. Костя. Кот. Рома. Давай, кот, собираться надо. Помогите, пожалуйста. Это сестра моя. Родная. Даша. Зверев, на санчасть. На повторный анализ. Подожди, только начали. Сейчас, доиграю. Пойдем. Пыть. Я не кушаю, бру. Говорю, трояк стоит. Что ты? Что ты? Один прятал. Внимание, электрик нобли. Тут такое дело. Комар, а что такое? Тот парень из вашего отряда, Поля Шубин, умер. Перед смертью вот письмо написал. Кому? Мне? У тебя свиданка когда? Вот ты и отправишь через родных. Так ко мне же никто не ездит. Ну, я тебе чушь, глопач там, что ли? Вот еще и фотка после него осталась. Гаси запрет, чугур в секторе. Зверев, на повторный анализ, на сифилис. Чего ты меня пасешь? Я что, бесть, о дороге не знаю, что ли? Три-четыре, давай. Ёптеть! Опять моя ко мне вернулась. Огородников! Подойди! Войдите! Огородников! Давай! Заводи! Свободен! Огородников, Константин Андреевич. Пятый отряд. Все пятая, часть вторая, 162-я, часть четвертая. 15 лет. Вызвала я тебя Костя-человечка одного помянуть. Да ты выпей, выпей. Стакан взял? Тебя. Нет тебя больше. Ты умер в больнице. От сердечной недостаточности. Ты теперь Шубин Николай Сергеевич. Свободный гражданин. Ну, бывший зэк, правда. Но за примерное поведение и хорошие характеристики, написанные на тебя начальником оперативного отдела майором Чугуром, освобожден. С чем тебя я поздравляю. Извини, прописка, правда, не московская. За что же вы, мрази, пацана угандошили? Он же отсидел свое. Ты че, оборзел, бля? Увести. Лицом к стене. Ждите за дверью. С этой минуты его больше нет. Выполнять. Вот и получается, что твоего брата из-за меня убили. Только я в этом не виноват. Сможешь ты меня понять или нет? Это все? Ну, в принципе, все. Амур. Сможешь ты меня. КОНЕЦ 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 Спасибо, Вать. Спасибо, родной. Ну, давай. Куда поедешь-то? К друзьям на могилу съезжу. А там посмотрим. Я хочу, чтоб ты знал, Костя, что у тебя есть дом, и мы тебе всегда будем рады. На, вот мы тут тебе немножко деньжонок собрали на дорогу, так что давай. Спасибо, отец. Я верну. Ну, давай. Пока. Погнал, конечный. Мужчина, вы выходите. Мужчина, вы выходите. Там у ребят пожар случился. Это все, что удалось спасти. Это я тебе Китай сдала. Я догадался. Тебе Коля свою жизнь подарил. Вот и живи вместо него. Здесь, где-то. Я беру плачу. Здесь, где-то. Я беру плачу, например. И теперь пришла поставить? Да. Это я беру плачу. Я беру по тут, не верю. Плачу! Здесь. Ваши документы. Фамилия, имя, отчество. Старли, там все написано. Фамилия, имя, отчество. Шубин Николай, 79-го года рождения. Место рождения называть? Слышь, мобила не нужна. Ты что, мобилами торгуешь или документы проверяешь? И то, и другое. Не, не нужна, спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри, что у меня есть. Дашка, поехали отсюда. Давай, рули, рули, обезьян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 С соседями знакомиться. Я всегда верхнюю полку занимал. Было дело, даже упал с нее ночью. А я в поезде один раз в жизни ездила. Когда нас дядя Миша с Колей из Москвы увозил. Мы в детстве в Москве на проспекте Мира жили. Мама с папой в Новосибирск по работе полетели. У самолета на взлете сразу два двигателя отказали. Из родственников только дядя Миша проявился и увез нас с собой. Ты с Колей дружил? Здоровались. Мы в одном отряде жили. Я знал, что нормальный парень. Он для меня единственный родной человек был. Он даже в тюрьму сел из-за меня. Человека ножом порезал. Мы однажды зимой, когда маленькие были, в дядькином кафе сидели. Дорогу занесло, машин не было. И вдруг фура едет. Непонятно, откуда она взялась. А весь борт у нее разрисован. Пальмы, солнце, море. Рай какой-то. Рай на земле не бывает. Не выдумывай. А я хочу в рай. Вот достану где-нибудь денег и уеду. И что это будет за место? Индия? Африка? Может быть, Рио-де-Жанейро? Дашка, ты ведь не маленькая девочка. Кто тебя там ждет в этих волшебных странах? А здесь меня кто ждет? Тюрьма? Но ведь можно же как-то все устроить. Начать все заново. Что заново? То же самое, что сидеть в этом вагоне и ждать, когда он тронется. Ну не в Африку же ехать, на слонах кататься. А что такое, как я здесь делать? На рынке сметаной торговать? Ну почему сметаной? Можно чем-нибудь другим заняться. Ну чем, например? Чем? Ну я не знаю чем. Ну что тебе самое нравится? Телефонный смс. При чем здесь телефонный смс? Ну как, ты на Байкале был? Я не был, а ты? Ладно, бог с ним с Байкалом. Вот я когда уеду, пришлю тебе смс. Только мне придется сильно голову поломать, как тебе всю эту красоту в нескольких словах описать. Яркое желтое солнце, чистейшее небо, золотой песок, теплый океан. А нет, не так. Привет, Костя. Я в раю. Здесь очень спокойно. Ты не знаешь, есть тут авторынок поблизости. Икса хочу скинуть. А ты? А он мне не нужен. Я к пацанам на могилы съезжу. Потом, может быть, к деду Илье вернусь. У него кореш работает на северном флоте, большим начальником. На танкер устроюсь и начну все заново. А тебе уезжать нужно. Ты в розыске, твои портреты по всей области висят. Только не в рай, конечно, а куда-нибудь поближе. На Байкал, к примеру. На Байкал бы я хотела посмотреть. А еще лучше взять с собой Байкал и уехать. Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и все остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно. А здесь что останется? Как что? Минты? Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свинья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С ручки и дни, стежок за стежком. Шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода – это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыла, что значит рад. Быть другим – это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе с уму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник в магнитофоне. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыла, что значит рад. Чаи, папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы. Мой приемник – односторонняя связь. Тире и точки – арабская вязь. Я не могу сказать, но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода – это то, что у меня внутри. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыла, что значит рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сколько стоит? Да не знаю, не мое. Попросили посидеть. За сколько отдашь? Да не знаю, отзывай. Да ладно, забирай просто так. Спасибо. Бери, дарю. Мужчина! А вы мне не поможете капот открыть? Какой ловкий. А вы не подскажете, куда тут нужно воду лить? Все. Все рулевай. Знаете, у меня эта машина недавно. Я еще не совсем разборалась, как тут все настроено. А у меня еще какое-то запыкание. Бывает, я завожу лампочки все трехнуты. Ну давайте посмотрим. Так у вас клемма слетела с аккумулятора. Клемма? Ага. Все. Не будет больше коротить. Спасибо. И что я теперь без вас делать буду? Думаю, придется вам научиться чинить машины без моей помощи. Я уродина? Дашка, ты чего? А чего ты со мной возишься? А вот так я тебе больше нравлюсь. Дашка! Кошмар какой-то. Ты чего себе напридумывала? А чего ты с этой бабой заигрываешь? Понравилось? Ну иди к ним. Вали от меня. Даш, ну подожди. Ты из-за шрама, да? Да ты что, Дашка? Да я даже никогда не думал про твой шрам. Я его вообще не замечал. Брешь. Да его не видно. Угу. У меня вон тоже есть. И ты, дурак. Ну и дурак, ты же мужчина. Дашка, ну. Ты красивая, Дашка. Правда. И ты мне очень нравишься. Правда, Костя? Меня не брось? Да нет, конечно, не брось. Конечно, не брось. Правда, Костя? Конечно, правда. Ты пойми сам, такое раз в жизни бывает. Ему бабки просто очень нужны. Да ты бы, наверное, из штанов выпрыгнул, если бы такое увидел. Да завтра я сам сниму. Завтра поздно будет. Ну, пятерки не хватает. Да, давай жду. Серег! Здоров. Да, да. Да ты понимаешь, что я его просто возьму? У меня здесь уже очередь выстроилась. Ваши тысячи пятьсот долларов. Пожалуйста. Вылет аэрофлотом. В пятницу, одиннадцатого в девять тридцать. Обратно в субботу, девятнадцатого, четырнадцать десять. Отель «Бальгор Бич Резорт». Спасибо. Четыре звезды. All inclusive. А море далеко? Это первая линия. Будете шум прибоя слышать. Тысяча пятьсот. Все правильно. Сдача. Ваши пять долларов. Прошу. Счастливо отдохнуть. Угу. Выбрали что-нибудь? Ну что, может, косарик скинешь? И так уже скинул. Да ладно, скинул. ПТС у тебя нет. Доверенность от руки. Давай за четырнадцать. За четырнадцать ее с трупом в багажнике заберут. Виза в Индию делается три-пять дней. А вы куда хотите? На море? Угу. К морю надо вообще ехать безвизовую страну. Тыланд, Мальдивы, Тунис, Турция, Египет. Куда хотите хоть завтра. Самое главное, чтобы был билет на самолет. И отель, который вы хотите, не стоял на стопе. Но сейчас, к сожалению, вообще ничего нельзя посмотреть. У нас интернет вышел из строя. Тина! Да. Дерни провод. Сейчас попробую. Нормально? Все четырнадцать. Да. Здорово, в же раз. Да, черный Х5. Так я же тебе уже говорил. Ну хорошо, диктую еще раз. W. Борис. Тамара! Слушай, я тебе не Тамара. Сиди и помалкивай, а то выкину отсюда. А, иди. Отвали, я сказала. Иди сюда. Костя, я была в турфирме, все узнала. Это вообще не сложно. Платим деньги и они нам все делают. Паспорта, визы, билеты. Я уже договорилась. Представляешь? Машина в розыске. Как, почему, не знаю. Дашка, давай вернемся к деду Илье. А че ты смотришь? Поживем, осмотримся. Даша, ты меня слышишь? Привет, мальчики. Ты че, тупая? Пока, ребята. Сейчас вылетишь отсюда. Идиот какой-то. Давай, добивай свою бутылку и вали. Даааа. Дерьмо. Открашу, спасибо. Нет. Нам порак aktivит. Да. Эти тепло. Эти тепло. Университет. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Денис, что ты за кошмарю? Стоять! Стоять! ДимаTorzok 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 Да. Все по местам! Принимаем! Так, гражданские! Все сели по своим машинам! Все в свои машины, я сказал! На выход, парни! Все по местам! Принимаем! Эй, ты, ты чего там встал? Дурка. Все твои машины, я сказал! Встал! Я тебе говорю, машину! Стволы на землю! Пропустите машину! Никого не тронет! Пропустите! Ташка! Ташка, вы нищете! Не подходите к опросу! Твой ствол, я сказал! Труды Timothy! Труды! А-садuß! Труды! А-садыс! А-садк! Крайта! А-скрайта! Труды! А-сады! Привет, Дашка. Здесь очень спокойно. В этих словах нет ни доброты, ни злости. Когда собаки молятся, с неба падают кости. В этих словах нет ни смелости, ни страха. Когда пуля входит в грудь, то рвется рубаха. Субтитры создавал DimaTorzok В этих словах нет любви и ненависти И не спастись уже самому, и никого не спасти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok